Здравствуйте! В эфире итоговый выпуск программы события в студии Лариса Шалафаст. Все самое интересное за прошедшую неделю в нашем выпуске. Вначале коротко о главных темах. Обвиняются в крышевании нефтяной фирмы. В Самаре вынесли приговор двум полковникам регионального управления ФСБ. Контрафакт в больницах. В Самаре изъята крупная партия фальсифицированных медицинских изделий. Выезд из микрорайона стал более комфортным. В Волгаре появились четыре новые улицы. На минувшей неделе немало беспокойств жителям региона доставили лесные пожары. Сотрудники МЧС боролись с огнем в Волжском районе Самарской области. Горели леса недалеко от жилых кварталов поселка Красная Глинка. На месте событий побывал Анатолий Головко. К месту пожара вылетел вертолет МЧС России из Оренбурга. С помощью авиации сотрудники ведомства проведут разведку и будут тушить отдельные очаги возгорания с воздуха. Сообщение о пожаре поступило на пульт оперативного дежурного 6 октября примерно в 14.29. Сотрудники подразделений, которые прибыли на место, установили, что в 37-м квартале Самарского участкового лесничества горит валежник и порубочные остатки на площади в 0,18 гектар. Площадь, которую охватил огонь, на тот момент составляла 9,5 гектаров. Тушение пожара затрудняло то, что его очаги располагались в труднодоступных местах. Поэтому пожарным приходилось использовать ранцевые огнетушители. На данный момент происходит отдельное очаговое горение, происходит проливка, протушивание отдельных очагов. На месте вызова работает группировка сил и средств в количестве 260 человек личного состава и 60 единиц техники. Работы по тушению огня организованы в тесном взаимодействии всех оперативных служб с администрацией Самары и Красноглинского района. По поручению первого заместителя главы города Владимира Василенко к месту происшествия направили всю необходимую технику и сотрудников муниципальных предприятий, а также работников ресурсоснабжающих компаний. Городом приняты всевозможные меры для отушения данного возгорания. На сегодняшний день и момент сюда уже пригнуло дополнительно 6 балеров. Два от СКС, три от МПБГ-устройства, один с Волжского района прибыл. Также здесь будет в двух местах организовано добровольное питание пожарных. Общими усилиями удалось избежать распространения огня на жилые строения. Сейчас такая угроза отсутствует. Жертв и пострадавших нет. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Мы будем следить за развитием событий. Анатолий Головко, Сергей Баскин. События. Крышевание нефтяного бизнеса, незаконный оборот оружия и миллионы в рабочем кабинете. В Самарском гарнизонном военном суд огласил приговор по делу высокопоставленных офицеров ФСБ, которых обвинили в коррупции. Мария Илчан расскажет подробности дела. В Самарском гарнизонном военном суде стала известна развязка нашумевшей истории. К финалу приблизилось дело, которое расследовали с апреля 2018 года. На оглашение приговора подсудимые пришли уже с вещами. Видимо, решение суда не было ни для кого неожиданным. По словам следствия, криминальная история началась в 2016 году. Предприниматель Алексей Пашкевич обратился к полковнику ФСБ Гудованному с просьбой избавить от проверок его предприятия, которое занималось добычей и продажей нефтепродуктов. В дальнейшем бывшему чекисту платили за покровительство по миллиону. Вскоре к делу присоединился и его коллега, тоже полковник ФСБ Павел Чермашенцев. Задержали чекистов в апреле 2018 года, как раз в тот момент, когда они в очередной раз получали деньги. У Гудованного дома при обыске нашли более 80 миллионов рублей оружия и боеприпасы. Прокурор запросил для него 21 год лишения свободы. Сторона защиты понимала, что подсудимые, скорее всего, сядут. Но тем, как велось судебное следствие, адвокат остался недовольным. Судебное следствие, ну, по форме оно прошло без особых нареканий. Но когда мы сейчас слушаем приговор, возникает недоумение, зачем оно вообще было. Потому что те доводы, которые приводила защита, они остаются без оценки. Суд на них закрывает глаза. Как проходило судебное следствие, возмутило и бывшего чекиста Сергея Гудованного. По его словам, в материалах дела есть сложные показания. Тем временем Гудованный – единственный фигурант, который провел в СИЗО полтора года. Остальные были под домашним арестом. Судья даже наюту в шаг не вправо, не влев. Зомбированность полная. Все доказательства, которые мы предъявили в суде, ни одного доказательства даже не рассматривали. В протоколе обыска боеприпасов нет. Следователи, они появляются. Нонсенс, как, если нет предмета, откуда он взялся. По решению суда, Гудованный отправится в колонию строгого режима на 20 лет. К тому же заплатит штраф 90,5 миллионов рублей. У остальных подсудимых наказание не столь сурово. Чермашенцев заплатит штраф 400 тысяч рублей и проведет в неволе 4 года. Предприниматель Пашкевич 7 лет, Булатов 5 лет, Переточкин 10 лет строгого режима. Приговором подсудимые остались недовольны. В ближайшее время их защитники начнут готовить апелляционные жалобы. Мэри Елчан, Николай Сидоров, События. В Самаре прокуратура и Следственный комитет изъяли крупную партию фальсифицированных медицинских изделий. Контрафакт обнаружили на складе компании, которая поставляла эту продукцию в лечебные учреждения Самарской области. Сейчас идет расследование. Подробности в нашем следующем сюжете. В Самаре возбудили уголовное дело на компанию, которая поставляла контрафактные медицинские изделия в лечебные учреждения региона. Их обнаружили на складе в железнодорожном районе. Проверку проводили сотрудники прокуратуры, областного Минздрава и Росздравнадзора. На складе контролирующие органы обнаружили более 5000 медицинских перчаток, которые по визуальным признакам могли быть контрафактом. В ходе проведения проверки визуально были получены данные о том, что на данном складе хранятся фальсифицированные медицинские изделия. Признаки фальсификации были выявлены визуально различные. Медицинские изделия передали на исследование Росздравнадзор, который подтвердил, что они являются фальсификатом. Материалы проверки прокуратура отправил в Следственный комитет, который и возбудил уголовное дело. Вся партия перчаток была изъята. Сейчас идет расследование. В областном Минздраве подчеркнули, что ведомство совместно с Росздравнадзором ведет жесткий контроль за поставщиками медицинских изделий и лекарственных препаратов. И проверки качества продукции ведутся систематически. Министерство здравоохранения Самарской области и Росздравнадзор заинтересованы, чтобы в наших лечебных учреждениях были только качественные лекарственные препараты и качественные расходные материалы. И мы очень внимательно относимся к тем фактам, когда наши учреждения сталкиваются с фальсифицированной продукцией. Наказание за торговлю контрафактными медицинскими изделиями до 8 лет лишения свободы и штраф до 3 миллионов рублей. Елена Малетина, Семен Безгинов, Григорий Пляшаков. События. На месте речного порта в Самаре могут построить дома-матрешки. Главе региона Дмитрию Азарову презентовали один из возможных проектов развития территории на стрелке рек Самары и Волги. Об амбициозных планах инвесторов узнала мэрия Елчан. Новый микрорайон на площади более 280 тысяч квадратных метров. Своё футуристическое видение развития стрелки рек Волги и Самары представили губернатору Дмитрию Азарову группа французских экспертов на градостроительном совете. Разработчики предлагают разместить на стрелке концертный зал, выставочный, инновационный и торговый центры, загсы, жилые дома, речной причал, парк с искусственным прудом и подземную стоянку. Особенность проекта – семь зданий, выполненных в форме матрешек, каждый из которых получит название в честь притоков Волги. Такая визитная карточка вашего города и таких зданий в мире будут сочетать только в Самаре. Вот это место, оно очень уникальное и я думаю, что его развитие, оно будущее для города. Брендоваяся уникальность, архитектурные достоинства проекта таковы, что они ставят нас в череду наиболее значимых архитектурных событий, если оно будет реализовано на территории города. Губернатор Дмитрий Азаров акцентировал внимание потенциальных инвесторов на то, что обозначенная территория обладает рядом особенностей. Необходимо самым тщательным образом проработать экономику проекта и учесть ограничения в исторической части города. Важно просчитать объемы работ по берегу укреплению и рассчитать нагрузку на транспортную инфраструктуру. Очень важный будет и тот вид, который будет из этих зданий, если уж мы по этому пути пойдем. Поэтому там тоже надо все внимательно посмотреть, какие у нас планы по расселению ветхого аварийного жилья, какие у нас планы по реновации этой территории, что там есть. Я хотел, чтобы мы здесь тоже комплексно посмотрели. Естественно, транспортная схема, само собой. По итогам заседания губернатор Дмитрий Азаров поручил подготовить перечень предложений, замечаний и пожеланий к проекту со стороны архитектурно-строительного сообщества и профильных министерств. Все они будут проанализированы и учтены при дальнейшем рассмотрении проекта. Также необходимо изучить мнение жителей региона, какой они видят стрелку. Мэри Елчан, События. Ключи от новых квартир получили дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Жилье находится на улице Краснодонской и полностью готово к заселению. Эмоции новоселов в нашем следующем сюжете. Чтобы здесь была кровать, как бы уютно, все, а здесь телевизор, когда какой-нибудь личный кабинет. Этого дня Иван Игонин ждал всю жизнь. Теперь у него есть собственная квартира. В 2001 году мальчика забрали из неблагополучной семьи. Маму лишили родительских прав. Пройдя тернистый путь, юноша нашел себя в профессии актера. Сейчас он работает в театре «Камерная сцена». Наличие собственной жилплощади – хороший старт для взрослой жизни, говорит Иван. В очереди за квартиру он простоял три года. Рассказывает, не ожидал, что условия настолько удовлетворят его представлениям. Когда я пришел сюда, я не ожидал, что такой ремонт будет, здесь все что ухожено, ламинат. Я думал, там линолиум будет. Не так все хорошо. А потом я удивился, что и ремонт очень приятный. Особо делать мне ничего не надо. По квадратуре 42 квадратных метра. Счастливыми обладателями квартир на Краснодонской стали 15 ребят. Многие из них уже сами родители. Поэтому своя крыша над головой просто необходима. Несомненно, это большой праздник для вас, но и для нас тоже. Поверьте, что стоит очень большого труда для того, чтобы решать эти проблемы, реализовывать те законы, которые есть. Потому что система очень сложная, непростая. Но в то же время мы очень серьезно заинтересованы в том, чтобы вы были обеспечены жильем. На церемонии вручения ключей присутствовала и глава города Елена Лапушкина. Ребята дорогие, безусловно, иметь собственный кровь, собственный дом, крышу над головой – это очень и очень важно. Я вас с этим событием от души поздравляю. Я хочу, чтобы в этом доме, в этой квартире всегда с вами были ваши родные и близкие. Чтобы вы собирались за большим столом. Чтобы вы могли мечтать, планировать и быть счастливыми. Всего до конца года собственное жилье в Самаре появится у 185 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Новоселы, получившие заветные ключи, уже могут заезжать с квартиры. Помещение полностью готово. Там сделан косметический ремонт, установлена сантехника и электрические плиты. Мэрия Елчан, Николай Епифанов, События. Четыре новые дороги построили в Волгаре. К концу года запустят в эксплуатацию и транспортную развязку при въезде в микрорайон. Строительство ведется по национальному проекту «Жилье и городская среда». Работу дорожных городских служб вместе с жителями оценил Сергей Кизоркин. Дорогу по улице Солженицына в Волгаре построили с нуля. В чистом поле по современным технологиям проложена ливневая канализация, ширина проезжей части на четыре полосы. Тротуары, ограждения, освещение, разметка, дорожные знаки. Светофоры появятся позже по согласованию с ГИБДД. Они изучат интенсивность движения пешеходов и транспорта. Все это должно обеспечить безопасное движение, уверены специалисты. Строительство дорог в жилом микрорайоне Волгарь ведется по государственной программе развития жилищного строительства. Мы в данный момент находимся на улице Солженицына, вторая очередь, где дорога уже фактически построена и готовится к приемке. Данная дорога строилась для развития микрорайона. По одной стороне дороги улицы Солженицына построят жилые дома, по другой школу и детский сад на 215 мест. Для удобства подъезда в дальнейшем обустроят Т-образный перекресток с организацией поворота как направо, так и налево. Жители Волгаря дорожной инфраструктурой довольны. Дороги хорошие. Там даже туда вот я езжу на велосипеде, катаюсь. И там вот до деревни сейчас и тротуары сделали. В Волгаре хорошие дороги. До конца года в микрорайоне Волгарь будет пять новых дорог. Одна из них проложена к парку Дружба, другая по улице Толобаева, а также по Осетинской, где на первой очереди подключили фонари. А при въезде в поселок Волгарь с улицы Народная появится новая развязка. Благодаря этому станет проще добираться до центра города и обратно. А старый выезд закроют. Уже расчищена площадка под строительство дороги. Идут земляные работы. Закончили устройство ливневой канализации. Ведется перекладка городского коллектора. Данная дорога позволит облегчить ситуацию жителям Волгаря с выездом на улицу Народная. Предусматривается устройство полосы разгона, полосы торможения. Для поворота налево по направлению из города будет сделана дополнительная полоса движения, которая обеспечит беспрепятственно людям продолжать движение прямо, не затрудняя основное движение. Графики строительства согласованные сроки выполнения находятся на контроле правительства Самарской области, регионального министерства транспорта и автомобильных дорог, городских властей. Финансирование ведется из федерального, областного и муниципального бюджетов. Гарантия на все новые дороги в Волгаре 5 лет. В конце года планируется открытие еще Фрунденского моста. Это, по мнению экспертов, кардинально изменит ситуацию с распределением трафика и облегчит транспортное сообщение жителей Кубышевского района с центром Самары, а дальше с федеральными автодорогами М32 и М5. Сергей Кизоркин, Дмитрий Мешканцов, События. Идут с опережением графика. Ремонт улицы Старозагора подрядчик проводит ударными темпами. Участок от Советской армии до Нового вокзальной завершен. Теперь приступили к работам, запланированным на 2020. Что успеют сделать до наступления холодов, узнала наша съемочная группа. На улице Старозагора работает тяжелая техника. Здесь продолжается комплексное обновление. Это уже второй этап ремонта. Первый участок от Советской армии до Нового вокзальной почти готов. Подрядчик приступил к восстановлению дороги от Нового вокзальной до Воронежской, взяв на себя повышенные обязательства. Этот участок изначально был запланирован на 2020 год. Ремонтируют улицу по контракту трехлетнего жизненного цикла. Это когда мероприятие по ремонту и дальнейшему содержанию отремонтированного участка улицы выполняются силами одной подрядной организации. Хочу отметить, что и зимнее, и летнее содержание будет выполнять силами одного подрядчика. У него будет стимул выполнить работы качественно в установленные сроки. Комплексный ремонт Старозагора ведется по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На первом участке обновили дорожное полотно, отремонтировали инженерные коммуникации, установили светофоры, дорожные знаки и пешеходные ограждения. Не забыли и про разметку на дороге. С учетом мнения горожан, наполовину до 460 машин и мест увеличили количество парковок. Самарцы преображения улицы Старозагора рады. Ну, конечно, хорошо сделали. И асфальт поменяли, и дорожки, и все есть. И до конца мы дальше живем ниже, и там начинается все. Так что очень хорошо, спасибо. В следующем сезоне с наступлением постоянных положительных температур Старозагора преобразится до улицы Ташкентская. По контракту жизненного цикла в Самаре обновляют и улицу Победы. На участке от Елизарова до Кирова работы завершили раньше срока. В ремонте уже следующий участок до перекрестка с Воронежской. Лариса Шлафаст, Константин Головин. События. Миллионы квадратных метров солнечных батарей находятся под Новокуйбышевском на крупнейшей электростанции в России. Как добыть и использовать экологически чистую энергию, узнали ученики 11 класса, участники фестиваля «Вместе ярче». Подробнее в репортаже Елены Нижегородцевой. Вместе ярче! Электростанция начинает работу с первыми лучами солнца. Стройные ряды фотоэлектрических модулей на полную мощность включили с мая этого года. Обслуживание почти без затрат. Срок эксплуатации одной батареи 30 лет. Экологически чистая энергия. Нет вредных выбросов атмосферу. Попроще. Солнечная энергия, попадая на панель, которая состоит из кремния, вырабатывает напряжение. Это напряжение собирается и с помощью определенных устройств попадает в сеть к потребителям. На этом поле находятся 260 тысяч фотоэлектрических модулей. Они способны выдавать 75 мегаватт электроэнергии в солнечный день. Одна такая ячейка метр на полтора может дать энергию для телефона или ноутбука. А шесть подобных ячеек способны вскипятить электрочайник. Располагается солнечная батарея на поле в 216 гектаров, что сравнимо с площадью более 50 тысяч хрущевок. В среднем в регионе около 200 солнечных дней в году, поэтому энергии хватает. Зимой батареи тоже работают, правда не в полную силу. Все оборудование на электростанции отечественного производства. Инвестиции на строительство возвращаются за счет установленных тарифов электроэнергии. При этом важно отметить, так как станция работает в единую сеть, тариф для обычного пользователя не меняется. Солнечные станции – это не конкуренты современной генерации. Они должны занимать определенную долю. Полностью заменить, конечно, очень сложно. Но доля их должна, несомненно, расти, чтобы улучшить экологическую обстановку как в России, так и во всем мире. Ученики 24-й школы с интересом слушали главного инженера станции. Еще бы! Они своими глазами видели, как радиацию превращают в полезную энергию. Некоторые впервые задумались о пользе такого альтернативного источника энергоснабжения. Это нужно для того, чтобы дети узнавали больше о электроэнергетике, чтобы они развивались и знали, откуда берется то, что мы потребляем. Экскурсия состоялась при поддержке представителей проекта «Вместе ярче», который в этом году называется «Фестиваль энергосбережения и экологии». Он проводится с 2016 года при поддержке Минэнерго, Минпросвещения, Министерства науки и высшего образования России, Федерального агентства по делам молодежи и Российского движения школьников. В нашей компании самое активное участие, кроме Самарской солнечной электростанции, принимают Жигулевская ГЭС, компания Т-Плюс, ФСК ЕС МЭС Волги, Самарские коммунальные системы и количество компаний, которые хотят внести свою лепту в дело популяризации вопросов энергосбережения и экологии. Все растет. Ежегодный фестиваль проводится в 80 регионах России. Цель – привлечь внимание к необходимости энергосбережения. Елена Нижегородцева, Максим Гусев, События. Вестник из прошлого. На первую платформу железнодорожного вокзала прибыл легендарный паровоз «Лебедянка». В честь 145-летия Куйбышевской железной дороги в город приехали ветераны. Сколько угля потребовалось, чтобы паровоз добрался до Самары, выяснила Мария Левина. «Лебедянка» или «Лебедь» – паровоз легендарного советского конструктора Льва Лебедянского. Его выпустили сразу после войны. Тогда железнодорожные пути были сильно повреждены. Поэтому новый паровоз должен был отличаться от всех существующих своей легкостью, чтобы не перегружать уцелевшие рельсы, и быть универсальным – возить как пассажирские, так и товарные составы. В итоге такой паровоз стал самым экономичным в Советском Союзе. До 1947-го его называли «Победным». Позже присвоили имя конструктора. Спустя годы легендарный паровоз прогудел на Самарском вокзале. Он прибыл в честь 145-летия Куйбышевской железной дороги. Чтобы добраться до Самары, легендарной «Лебедянке» потребовалось 4 тонны угля. В топку его закидывали каждые 10 минут. Такой поезд может набирать скорость до 120 км в час, однако больше 80 сейчас его не разгоняют. Да и необходимости такой нет. Пути состав провел порядка 40 минут, но за это время машинисты успели проникнуться уже далекой эпохой. Покуняешься как будто в прошлое время. Когда особенно одеваешь форму, это военное время. В этот раз у паровоза не менее ответственная миссия. Он привез в Самару ветеранов Куйбышевской железной дороги. Среди них Александр Маханов, потомственный железнодорожник. Вокзалы, поезда и бесконечные часы в пути. Всему этому он отдал добрую часть своей жизни, больше 40 лет. Рассказывает, мальчишка и заглянул на работу к отцу. Тогда и влюбился в это дело. Мне понравилось. Во-первых, там постоянно познаешь, то есть приходится над собой работать. Значит, электровозы менялись, одна серия, другая, третья. Разные схемы, разные, значит, технологии. Приходишь в тюрьме и учиться, постоянно и учить людей. Заслуженных работников железной дороги наградил губернатор Дмитрий Азаров. Я очень рад тому, что славный коллектив Куйбышевской железной дороги вносит свой вклад в это уверенное движение вперед во всех смыслах. Точное по расписанию движение вперед. Мы, конечно, очень рады тому, что показатели пассажироперевозок, грузоперевозок являются индикаторами роста экономической активности промышленного производства на территории Самойской области. Железнодорожники продолжают работать над новыми проектами. Один из крупных и крайне важных для региона – строительство новой ветки длиной почти 14 километров до особой экономической зоны – Тольятти. Соглашение о реализации этого инвестиционного проекта между правительством области и компанией РЖД было подписано 1 октября этого года в Москве на транспортном форуме. Планируется, что первые грузовые поезда с продукцией тольяттинских заводов пойдут уже в 2021 году. Поддержан проект и по созданию скоростного пассажирского сообщения «Новокуйбышевск-Самара-Курумыч-Тольятти». Кроме того, РЖД и Куйбышевский филиал ведут обновление вокзалов и железнодорожных путей и оснащение новой техникой. Сегодня Куйбышевская железная дорога универсальна. Кроме поездок на большие расстояния, ежедневно сотни самарцев пользуются электричками, чтобы добраться до дачи или отдаленных районов города. Только за 8 месяцев этого года на пригородных поездах проехали почти 6 миллионов человек. Мария Левина, Мария Илчан, Николай Епифанов, Константин Головин. События. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Отличного настроения и хороших выходных. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин